добрый вечер с вами миша выплюшка это канал бывшего осужденного сегодня мы окунемся прекрасный мир моих воспоминаний воспоминаний о зоне и тюрьме всем привет еще раз ребят давайте сегодня будет интересная история о том как блатные чуть не сожгли зэка блин костер еще такой символичный давайте начнем для тех кто впервые на моем канале я человек который провел 12 лет местах лишения свободы чем я не горжусь ни в коем случае здесь я просто рассказываю свой опыт и не более видео несет никакой пропаганда агитация за свободную спокойную мирную жизнь итак дело было это в архангельске моим последним сроком приблизительном году наверное 2015 это все произошло и да чуть не погиб человек от рук вот так называемых блатных сейчас расскажу вам эту историю но вначале небольшой рекламный блок блог посвященный моему каналу первое если вы хотите знать больше по этой теме тематике то есть закрытый телеграм-канал как получить ему доступ смотрите по ссылке в описании либо вот здесь вот подсказочка сейчас будет также у меня есть второй канал лайв канал мишевый плюшка третий канал мишевый плюшка стримы там мы смотрим совместно криминальные передачи под мои комментарии и ну и короче там игровая математика также еще есть соцсети в к инстаграм не забывать на них на них подписываться ну вот в принципе все давайте начинать когда я говорю что блатные чуть не убили там не сожгли мужика это не совсем может быть правильно дело в том что это был строгий режим это был мой четвертый срок кто следит за моей биографии плейлиста гопник аудиокнига в курсе чё как и почему и в этой зоне понимаете были блатные были блатные вот именно те блатные вот которые черные всякие смотряги и так далее были блатные красные блатные которые типа там завхозы блатные козы да давайте так назовем почему я говорю что они не просто коза блатные потому как там построено дело так они на свободе все вот эти люди которые в зоне сидят козлами и должностными они на свободе все бандиты и при общих делах в городе вот то есть вот вот как то так почему это так происходит я не знаю ну реально как бы а в зонах они сидят красными но не горящим так удобнее то есть там мудо поблажки какие-то чего такие дела живут они типа по бандитским таким вот правилам если вы не знаете разницу типа бандитских и вот этих вот тюремных понять обязательно пишите в комментариях что вы хотите их узнать я увижу это если комментариев будет много то я сделаю ролик по этому поводу в общем блаткой категория вот этих вот самых блатных козлов короче дальше мужик которого чуть они не завалили был такой вот именно старый арестант вот в плане того что дед но дед такой он короче просидел знаете вот ну наверное лет двадцать там двадцать пять в тюряге то есть но он такой ему некуда идти ни родин ни флага бедолага ваш здоровье как говорит один мой хороший знакомый товарищ вот и он но он постоянно сидит но в принципе он такой знаете видно что он безобидный там не скажешь он там добрый ну такой но не противный не вредный дед просто есть люди которым реально надо сидеть в тюрьме то есть они не могут без вот контроля всех надо контролировать изолировать от общества и что надо чтобы их контролировали вот сотрудники там режимного какого-нибудь заведения и вот он там сидит он работает на промзоне со мной в одном отряде он был вот на этих промзонах короче были эти бани то есть баня вот именно парилка есть вот жилая зона дежурная часть и рабочая зона то есть зэки ходят спать и ночевать в жилую зону на работу с утра выходит в рабочую зону те кто не работают они ходят в баню свой банный день есть банно-прачный комплекс где парикмахерская вот это вот там постирать где опрачка и баня но это не баня в жилой зоне где не работает это не баня это душевая а вот именно баня она была на промке на промзоне где работают мужики вот именно такие вот парилки там штуки 3 их было вот ну там есть мужикам поблажки так сказать в общем там скачухи от администрации все-таки не приносит пользу работают приносят деньги вот начальство тюрьмы зоны случилось следующее вот эти красные которые были в зоне они могли спокойно взять вечером собраться прийти на кпп сказать дежурному мы поймем в баню и даже несмотря на то что они не трудоустроены на промзоне их пропускали вот и получается они туда проходят то есть все и без проблем пускают я сам ходил хоть и не работал в этой зоне я больше там вот по спорту там двигался но я приходил обычному зэку то есть надо было подписать заявление у хозяина но так как я тоже бывший как бы должностной на то мне как бы подписывали без проблем бань нормальная вот принципе так можно сходить иногда единственно что геморрой на все таки вылавливать хозяина чтобы он тебе подписал но вот они ходили это не приходит как-то в очередной раз и там сидит этот мужичок про которого я рассказывал который вот 20 лет просидел в тюряге вот и он сидел короче в этой бане в которой они пришли в одну из вот этих парилок мне они там приходят говорят там слышно давай-ка на отсюда ветер нарисуй он говорит такой на тип в смысле чё какие проблемы то ну ты не видишь что типа пришли тут люди париться там типа так и так типа ребятки коля кореш ты мой драгоценный я тебе расскажу он будет типа я вам чё типа мешаешь только какие проблемы лучше я не знаю почему они хотели без него какие-то может быть вопросы там они хотели обсудить друг с другом с глазу на глаз вот ночью они им сказали что-то типа такой тип давай вали отсюда вот он как бы он говорит старый арестанты тоси-боси отписка внизу привет тасолу говорит мне я никуда не пойду ну и что же они сделали ребят как вы думаете как вы думаете что они сделают они его там закрыли просто на час там была двойная дверь они закрыли в общем вот этой двойной дверью если вы ходите в баню я например в баню хожу часто если вы ходите в баню вы должны понимать и представлять что такое парилка особенно парилка тюремные ну я представляю надеюсь вы нет в общем и короче я вот хоть хожу регулярно я там могу вы сидеть 10 минут максимум 15 не знаю если водички собой возьму попить холодной вот но представьте час это ну просто сгореть заживо то есть час я не знаю как он выдержал в общем они закрыли он долбился в одну дверь его со второй короче естественно было не слышно вот короче спустя вот этот час открыли люди заметили что что-то не то пришли ребята вот эти типа париться до париться не идут и вот к тому же как бы где-то тот но по-любому он кому-то сказал что эти пойду в баню с кем он в там в цеху работает в цеху его нет и короче типа оп туда-сюда чего за дела открывает он короче лежит на полу на если вы не в курсе как бы чем выше в бане тем короче горячей то есть вот первая вторая третья лавочка самая горячий там воздух вот в общем внизу там самый такой легкий и там была форточка вот очень спасло там была форточка что проветривать бани чтобы может было дышать он открыл эту форточку сам лег короче на пол и вот час за этим там час провел причем он уже реально ему лет на 60 этому деду попарился он конечно наверно круто не знаю ходил он потом в баню или нет вот я потом увидал и пустого все нормально выжил все с ним короче норм вот все он оклемался дальше начался разбор полетов уже от именно тех вот тех кто там при делах но как сказать они там все друг с другом понимаете они там друг другом контач ли одни помогали другим в одном другие в другом короче вот так это все работало не вместе день рождения отмечали там но это такая история короче вот так там было там 50 на 50 такой черный ход на красных колесах вот и в общем там дед этот естественно дед новым тип мужик простой мужик он пошел там типа вот и хотели убить там так далее но те как бы в отказ нет ничего не закрывали она нор захлопнулась короче вот и так далее естественно все понимали как это и что это произошло вся зона об этом говорил все это понимали но по факту как бы предъявить нечего людям да он не согласен его попросили выйти он не согласился вот мы как бы вышли подождать когда он выйдет и дам дальше там лет но отчетом не заметили что его как бы нету уже час дыма учет заболтались там и так далее короче а там где-то уже вот такой высох весь 7 потов с него сошло за это время и вот как бы так все это прошло опять вот ни к чему никакого наказания не понесли вот что могу сказать еще раз эта ситуация доказывает что ребят нет никакой справедливости и уж тем более и нет в тюрьме я не понимаю чем все постоянно думают что там люди какие-то типа робин гуда и все такие правильные посмотрите сводки за что они сидят в основном там на некоторых пробу негде ставить и они были конченными на свободе вы думаете они в тюрьме какими стали сразу всеми все правильными на время может быть да это называется маска когда человек одевает маску и прикидывается там таким правильным и ровным на свободе живет не знаю как хрен знает кто вот нет человек человеку волкой в тюрьме это заметно как нигде то есть там никаких друзей сказать тебе не на там надо быть осторожным а вообще там не надо быть если быть вот точно я уже отсидел за вас всех ребят поэтому слушайте мои истории мотайте на ус цените свою жизнь не занимайтесь никакой фигней ведь она может к чему привести если там не дай бог окажешься в таком месте и в подобной ситуации прима это очень опасное и плохое место но не для всех далеко не для всех если я такой вот пухленький розовенький до после 12 лет тюрьмы это не значит что вы такими оттуда выйти поэтому поменьше слушайте всяких рэп исполнителей романтизирующих все эти понятия всю эту жизнь живите счастлива на свободе слушайте эти вот истории как байки такие из зоны в то вот во время помните нашего детства были кассеты байки из зоны шура каретный я до сих пор иногда слушаю гоняю короче нормальная штука никогда не думал что сам стану таким когда слушал эти кассеты вот но как говорится тоже не делал все к лучшему я на свою судьбу не в огорчении бывает и хуже но бывает и лучшим человек играет сам кузнец своего счастья и так далее тому подобное все давайте на этом будем сворачивать лавочку ребята если понравился ролик все ставьте лайк подписан к подписывайтесь на канал пишите вопросы обязательно заходите на стримы прямые эфиры они проходят четверг суббота в 19.00 по москве также я сейчас в роли соведущего на канале паша техник life по пятницам там тоже проходят стрима 20.00 свободу технику все дела вот вот в принципе наверное все берегите себя будьте здоровы с вами был миша и плюшка увидимся